всем здравствуйте 22 июня 2020 года на канале нтв начнется показ сериала алекс лютый действие остросюжетного сериала разворачивается в ссср в 1975 году подмосковье на одной из дач совершено дерзкое убийство жертва писатель который готовил к выпуску книгу о предателе и нацистском палаче алексе лютом последним кто видел писателя живым было вот друг начальник спецотдела мвд по розыску военных преступников генерал петр сомов писатель сообщил ему что он уверен что нацистский преступник алекс лютый жив по сей день генерал сомов немедля поручает это дело своему лучшему следователю полковнику егору сухареву а в помощь ему отрежает старшего лейтенанта бориса касьянова сухареву удается установить что примерно за две недели до смерти писатель принес домой копии секретных архивных документов которые уже в наше время имеется в виду 1975 год были изъяты бывшего начальника полиции отто кернера кернер возглавлял тайную полевую полицию и лично командовал алексом лютом в этих документах находилась фото лютого и его описание эти сведения скорее всего и стали мотивом для убийства писателя сухарев начинает досконально изучать биографию лютого юхновского именно фашисты которые покровительствовали их новскому прозвали его алексом лютом или просто хлыстом лютый принимал самое активное участие в расстрелах и пытках советских граждан его отличали особая жестокость и садизм лютый юхновский единственный из всех добровольных помощников вермахта набиравшихся из местного населения был награжден медалью за заслуги для восточных народов дальше в судьбе предателя произошел случай который заставил его сменить личину он то ли отстал от обоза то ли потерялся то ли его кинули фрицы в общем оказался на занятой нашими войсками территории палач недолго думая является военкомат и там представляется александром мироненко в это смутное время ему верят и принимают на службу долгое время он работал журналистом вплоть до самого разоблачения в 1975 году после поимки суд признал его виновным и приговорил смертной казни первая и вторая серии в годы великой отечественной войны на оккупированной германией советской территории действовала тайная полиция под началом отта кернера один из полица и вчерашний школьник александр лихновский отличался особой жестокостью и был прозван алексом лютом обезображенный труп лихновского был найден в лесу полиция посчитали погибшим годы спустя писатель федор каноненко работающий над рукописью а летом выясняет что лихновский жив и сообщает об этом начальнику спецотдела мвд генералу сомову тот поручает выяснение деталей полковнику сухареву и дает его в помощники молодого лейтенанта касьянова отправившись каноненко сухарев находит его мертвым вдова сообщает что недавно муж узнал об аресте кернера от знакомого из мида у писателя была копия письма кернера лютому датированная текущим годом но она пропала сухарев знакомится с рукописью каноненко которую ему дает редактор воен издата сергей вернигор погрузившись в изучение архивных документов сухарев все больше узнает преступники под подозрение попадает пилот ромашов который приходит в издательство и просит вернигора за взятку убрать из рукописи упоминания кернере касьянов находит одноклассника лютого павла карпенко лежащего в пансионате после инсульта одноклассник узнает в ромашове сашу лихновского 3 и 4 серии ромашов признается что был у каноненко но застал писателя уже мертвым он также рассказывает что во времена войны находился в концлагере и эта информация подтверждается сотрудница архива светлана находит свидетельство о массовой казни в новочеркасске в которой принимал участие люди из 10 тысяч казненных живых остался один человек янчу сухарев едет в новочеркасск надежде отыскать свидетеля туда же едет и вернигор которому поручено закончить рукопись каноненко однако янчур уже мертв его убил человек в одежде врача еще один свидетель может рассказать о лютом слепой пенсионер соболев его навещают вернигор и сухари оказавшиеся соседями по гостинице старик обещает показать фото алекса и школьного альбома но не может его найти на следующий день его убивают несмотря на представленную сухаревым охрану фото исчезает дочь сухарева лена устраивается корректором в издательство к вернигору после очередного неудачного покушения милиционеры выясняют имя подельника врача это лев процента вернигор становится главным редактором издательства однажды поздно вечером он вызывается проводить лену домой 5 6 серии процент га задерживают но он не лютой москве никто пытается выяснить детали задержания ромашова это феликс сотрудник внештурка светлане возвращается и бывший муж жилин он пьет и бьет жену на глазах маленького сына сухарев понимаешь что информация расследований передается преступник но не обнаруживает виновника утечки касьянов находит еще одну свидетельницу преступлений алекса проститутку марту но она не опознает алекса фотографиях ромашова и миронова правда сомневается насчет феликса лена приглашает верни горы в кино между ней и немолодым редактором возникает симпатия из рукописи полковник выясняет что отпечатки пальцев лютого должны быть в архиве однако файл оказывается сухарев видит синяк у светланы пытаясь ее защитить он встречается жили нам и дерется с ним преступник нападает на вдову писателя но поиски отпечатков лютого не увенчаются успехом сухарев находит утерянный документ на даче писателя касьянов влюбляется в лену она встречается с верни гором миронова задерживают с поддельными документами и украденной иконой 7 8 серии отпечатки пальцев миронова не совпадают с печатками лютого в архиве а марта не узнает в нем своего мучителя сухарев просит отвести свидетельницу на вокзал верни гор незаметно для окружающих убивает марту узнавшую в редакторе лютого сухарев предполагает что лютый сделал пластическую операцию верни гор делает лене предложение позже по его приказу на девушку нападает бандит вавилов с нацистской финкой а верни гор разыгрывает ее спасение финку он отдает сухареву как улику а потом анонимно по телефону передает полковнику привет от лутого верни гор решает подделать довоенные документы вавилова вклеив них фото лютого сухарев узнает что у каноненко была любовница этой же информации лена делится с верни гором тот отправляет вавилова украсть документы из дома любовницы во время облавы вавилов получают ранение верни гор его души и оставляет на теле письмо кернера и поддельную фотографию сухарев убеждает самого что найденное тело не лютый хирург мозговая делавший операцию лютому соглашается поехать в архив и показать фото своего пациента их преследует верни гор он устраивает пожар в больничном архиве врач и полковник остаются запертыми в комнате всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч до скорых встреч